462 Без ног Здравствуйте Извините, не может мне возрождать Ручки некачественные? А ручки где? Употребил Чего? В смысле? Ну, употребил ручки, они же мои были, я же купил у вас Ну, и для того, чтобы сделать возврат Верните, пожалуйста, ручки Зачем? Ну, а мы тогда вам возврат Нам же не надо вернуть товар Я понимаю, вы от него отказываетесь Значит, нужно вернуть его нам Я за некачественный товар не должен товар возвращать? Должны Да нет Давайте Давайте Хорошо Не вопрос Наташа! Помоги Ну, молодой человек купил ручки Говорит, они некачественные Верните деньги А в ручки возвращать не хочется В смысле? Ну, вот и тихо, говорю Ну, позвони менеджеру Не знаю Целая цепочка, чтобы некачественный товар вернуть Ну, вы можете обратиться в офис Вот возьмите все Чек у вас есть И сходите в офис, пожалуйста Зачем? Ну, позвони менеджеру А офис где? На Болдин Болдин 47 Ой, далеко ехать Вы чего? Ну, там у нас просто и менеджеры сидят Вы же все равно возврат-то тут делать будете Зачем я туда ездить? Ну, здесь, конечно Нет Возврат в офисе тоже сделают Но без ручек мы Я так не могу просто Ну, ладно Вы позвоните, если что Поехали Ну, сейчас узнаем А качественные ручки? Да, Ваня-то вообще неплохая фирма Наташа Шипит А, там трубка лежит А если некачественный товар Я же могу его вернуть, правильно? Конечно А если я его частично Либо полностью употребил Я могу возврат сделать За некачественный товар? Можете приносить В течение 12-й Все, да Я возврат хочу Ну, сейчас вам менеджер, наверное, скорее всего скажет Я же просто полностью употребил Вот, поэтому Ну, сейчас придет менеджер Менеджер еще придет Еще кто-то придет? Ну, не придет Вы туда пойдете А, на трубочку положат Зачем ездить-то? Не помню Ну, что это? Вы же мне дорогу-то не оплатите И сейчас туда мотаться зачем-то Конечно, есть интерес ездить туда Ну, пока рано Ну, я думаю, вам стоит куда сведеть Да нет, давайте сначала так Предъявить претензии по поводу некачественного товара Я вам предъявляю Вы как считаете, он качественный? Я думаю, он качественный, да А, то есть, ни разу не взглянув Вы считаете, что он качественный? Понятно Может, вы сначала все же убедитесь, что он некачественный? Ну, вы-то не даете даже ничего Да, вам все, да, вы что? Это я только вижу одни фантики Отдайте упаковку На них вся информация Нет, ну а сам товар-то где? Да я же говорю, я же могу, если я что-то вот купил, да? Вот частично либо полностью употребил Если товар некачественный, я же могу у вас раз сделать Ну, а где сам товар? Употребил полностью Ну, это мы тогда только должны А употребить, по-вашему, это только съесть? Ну, нет, но Что-то должно остаться Это упаковка Вот упаковки остались, да С информацией о товаре Ну, это упаковка Вы считаете этот товар качественным? Я считаю, да Девент это хорошая фирма Хорошо Ну, так опять же, продавцы даже не ознакомившись с информацией о товаре Нет, ну вы мне предоставьте недокачественный товар Вот он, вот он, вот он На нем все написано, что вам необходимо знать об этом товаре А что в нем некачественное? Можно вопрос? Можно? Что в нем некачественное? Вот, пожалуйста Объясни, обоснуй Сначала прочитайте Нет, обыслуйте Я предложил все-таки сначала почитать Нет, обоснуй А я знаю, я знаю Ну, почитайте хоть разочек Обоснуй Ну, сначала прочитайте Нет, вы не drum Прочтете, я вам обосную Вот, я обещаю Вы прочтете, я сразу вам обоснуй Не отличаюсь, смотри Обоснуй Да я обосную Вы почитайте, друзья, до начала Я суханановы не хочу Вот просто разочек прочитайте, ну и все, я все обосную. Для меня это товар качественный, обоснуйте ваш маленький. Он что, не пишет, у него поврежден корпус, в чем проблема? Объясните, не знаю? Сейчас. До конца почитайте, до конца, ну пожалуйста. Он не пишет или что? Так, одну унесли. Обоснуйте нам, в чем некачественность товара, обоснуйте, пожалуйста. Вы знаете, в магазине может продаваться колбаса красивого красного цвета. У нас здесь правильный. Объясните мне конкретно ваши претензии к товару. Я готов вам ее объяснить, как только вы прочтете. Чтобы потом не было такого, что вы не прочли, а я объясняю. Объясните мне, пожалуйста, некачественность товара. Прочтите, пожалуйста. Я прочла, я сошла. Вы не прочли. Я давно прочитала я тебе ручками, у нас они давно привозят. Мы эту фирму знаем. В чем некачественность товара, объясните. Объясню, как только прочтете. У вас все нормально? Да. А у вас? Наталья, может, вы прочтете хотя бы? Ну, а что у вас здесь? Информацию на товар. Информацию на товар всю прочтите, пожалуйста. Приходите, наверное, не тот. Да почему не тот, все тот. Не надо меня снимать. Вас видно? Я вас не снимаю. Я веду видеофиксацию. Слушай, здесь, короче говоря, пришел парень, недоволен товаром, но принес одни коробки. Говорит, что некачественный. Говорит, что некачественный товар. Полностью его употребил. Полностью его употребил. Да. В общем, куда мне просто... В бухгалтерию. В бухгалтерию. Угу. Все, я поняла. А дорогу мне оплатят? Распределение на 18. А дорогу мне оплатят до бухгалтерии? Вы там все... Ну, дорогу, дорогу мне оплатят, просто лишние траты. Молодой человек. Да. От нас еще выходите. Вы даже не убедились, что товар качественный, некачественный. И посылаете меня куда-то. Вы сначала сами убедитесь. ДВН-то, ручки упали в... Убедились? Да, блин, не пойму. А здесь ручки набор... Вроде все то самое. Ручки, ручки. Да есть у меня телефон. Я не знаю, как разбираться с этим молодым человеком. Возврат сделать просто за некачественный товар. Я возврат вам смогу сделать. И что от меня требует, вы мне должны предоставить этот некачественный товар. Я все предоставил. Нет, вы предоставили упаковку. Я могу его употребить? Согласно 530 статье гражданского фодекса. Нет, но вы можете... Вы принесите тогда. Проверили? Качественный? Да, да. Качественный? Срок годности, да, уже здесь. А, срок годности, смотрите. А, вот, срок годности. Хоть кто-то прочел, а? Когда он там сдох? Да всего лишь в августе 21-го года. Потерял. Да, и говорят, потерял чек. Могу время и сумму покупки назвать. Это в бухгалтерию нужно все равно восстанавливать чек. Правильно смотреть, когда он куплен. А я время могу назвать, сумму. Да, товар употребил. То есть, ну, как бы он... А вторые, вторые, почитайте, получается. Ну, Таня, я не знаю уже, как отговорить. Ну, пусть туда съездят, возьмут все. А дорогу, дорогу меня платят? Ну, это вы там договорились. Там договорились. А, там договорились. Нет, вы у них сейчас спросите, дорогу меня платят? Это бухгалтерия, бухгалтерия не могла. Звоните, это нормально. Ну, мне просто, а что я буду, если вы мне просочку продали, зачем ей кататься куда-то? Ну, по требу, они мне откажут, скажут, надо было здесь возврат делать. Я же не знаю. Нет. А вы не можете возврат сделать? Сереж, проблема. У меня проблема. Купюр, котлета. Принесли ручки, упаковки. Ну, принесли не ручки, а упаковки от ручек. Просят возврат сделать. Товар, говорят, некачественный. Просрочен. Здесь на упаковках просрочка стоит. Я могу вернуть деньги, но товар без, вернее, упаковки без товара. Молодой человек принес упаковки от ручек. Я, честно говоря, даже не выходил из магазина, я только что их купил. Ну, почему нет? Он исписал ручки и говорит, что товар некачественный, потому что здесь просрочка. То есть, ну, просроченного товара такового нету, только упаковки. Ну, вот в том-то и дело. Я покупал их 10 минут назад. Из магазина не уходил. Не знаю. Я говорю в бухгалтерию тогда съездить. А дорогу, дорогу, пусть оплачивает. В общем, Сережа, я не знаю, что делать. Ну, вот в том-то и дело. Упаковки. Ну, вот не знаю. Я прошу товар, то есть, предоставить, вот этот даже испорченный, то есть, ну, да, да, да. Пусть даже исписанный, да, но его нету. Да, ну, не знаю. Утилизировал мусорку? Утилизировал, говорит, мусорку. Нам, мы можем только на товар вернуть, не на упаковки денежку. То есть, вы мне за некачественный товар деньги вернуть не хотите? За некачественный товар мы вернем деньги. Возьмите, пожалуйста. Но нам нужен этот некачественный товар. Я вам все, что хотел, предоставил. Сереж, я не знаю вообще, уже как разговаривать с человеком. Просто возраст сделать, что разговаривать-то? Ну, товар возвращайте, я вам без проблем сделаю. Я все, что захотел, верну. Все, что захотел, верну. Я не знаю, он снимает здесь на камеру, видеофиксацию какую-то делать, я не знаю. Возврат фиксирую. Ой, Боже мой. В общем, Сереж, я отправлю в бухгалтерию, мне пусть оплачивать дорогу, я поеду. Да, почему не на месте возврат не сделают? За просточку-то. Ну вот, если вы приедете туда без товара, вам тоже все равно ничего не вернусь. А может мне тогда претензию вам в магазин привезти? Ну, привозите претензию. Вы примите ее? Привозите, привозите. Два экземпляра, там, просто пись поставить. С товаром. Не-не-не, я сначала претензию, я сначала претензию оставлю. Тогда в бухгалтерию приезжайте. Ну, мне дорогу тогда оплачивать придется-то. Вернуть просто деньги. Время... Я вам верну деньги, я вам не отказываю. Я вам не отказываю в возврате денег на некачественный товар. Это без проблем. Но мне он... Вы мне предоставьте его, сам товар. Я все предоставил. Вы мне предоставили упаковку, непонятно от чего. А я не могу так сделать. Не могу так сделать. Как так? Если я частично, либо полностью употребил товар... Громче, да? Есть такая 503-я статья гражданского кодекса. Если мне продали некачественный товар, я его частично, либо полностью употребил, продавец не вправе удержать из него сумму, которую стоил товар. Все. 503 ГКР-ов. Ну, это частично использовано. У меня только упаковки, вот в фантике. Приносите товар, мы вернем вам без проблем деньги. Претензию можно принести? Претензию спрашивают, можно принести? Ну, приносите, приносите. У меня просто два экземпляра, мне на втором надо будет отметку принятия поставить. Претензия с товаром. Или описывайте тогда все... Я сначала претензию, потом по ответу, как вы мне скажете, типа там, вот, ты такой наглый, принеси нам товар, я, может, принесу его. Но сначала претензию подам. Да при чем здесь, мы вам не говорим, что вы такой наглый или какой-то, мы просим, просим, просто вас просим принести некачественный товар. Я его музыку выкинул. Ну, вы нам принесли просто вот это файл. Подтверждение того, что товар был некачественный. Ну, товар-то мне нужно как-то вернуть. Не знаю, штрих-коды на этом все есть, что вам нужно еще? При чем здесь штрих-код, мне сам товар нужен, потому что это будет все поставщику возвращаться. Не мои проблемы, куда еще возвращать будете. Претензию. Все, претензию? Да. Ну, ладно, давайте. Ну, это мое ждет. Да. Только главное, чтобы вы ее приняли потом. Все, всего хорошего. До свидания. До скорых встреч. Ну что, это у нас очередной магазин с канцтоварами, который считает, что я должен вернуть сам товар. Обойдетесь, ребята, обойдетесь. Ну, впереди будем подавать претензию. Ну, собственно, как в магазине предложил, мы написали им претензию. Сейчас пойдем подавать. Претензию, как всегда, мы составили в двух экземплярах. Приложили фотографии чеков и сроков годности. Ну, вроде все читаемо. Пошли. Знаешь, ты что хочешь? Претензию принес? Хорошо. Я передам в офис. Мне отметка о принятии нужна. Дата, фамилия, подпись. Я не полномочена ставить на документах подпись. Это решается все в офисе. Я звонил в офис. Мне сказали, что мне отметку о принятии поставят. Заведующих сегодня нет. Я обычный проект-консультант. Я подписывать вам не полномочено. Ничего. Не важно, кто. Мне просто число нужно. Послезавтра приходите. Ну, что мне кататься туда-сюда? Подождите меня покупать. Вот могло, а еще и кататься к ним. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Алекс». Наберите трехзначный номер абонента. Не дождитесь ответа секретаря. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонил вам сегодня Максим. Пришел на Ленина. Отказываются принять претензию. Так, ну, направьте нам по почте по адресу Болдина 47. Так вы же сказали, примет-то. А? Вы же сказали, примут. Ну, сейчас я им позвоню. Ну, сейчас я позвоню. Уберите камеру, пожалуйста. Мне это неприятно, не хочу. Мне неприятно, когда просвочка торгует. Я понимаю, но уберите, пожалуйста. Не могу. Вы в офисе были, да? Зачем? Ну, не знаю. Все-таки там у нас есть все. Да причем? Ну, передадите в офис. Я-то не обязан мотаться по всему городу. Мне просто число нужно, фамилию, кто принял, и подпись. Все. Один экземпляр вам, один экземпляр мне. Дзилов на две секунды. А потом передавайте, куда хотите. Да какая разница, кто поставит отметку? Ну, мне сказали, что я не должна ничего поставить. Наташ, привет. Слушай, тут пришел вот этот человек, который снимал тут все, записывал, претензию принес. И просит, что тут ему надо поставить. Пописать число, фамилия, подпись. Фамилию. Да, два экземпляра написал. Один вам, один мне. Давай. Сложно. Здравствуйте, магазин Адек. Да, да. Да, стоит, ага. Да, да. А, хорошо, хорошо. Все, тогда. Все. Угу, пожалуйста. Так, сегодня у нас какой? Вот, 21-ое. Все, спасибо. А, не, можете это себе, это ваше уже. Это не мне, все, это вам. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Ну, опять же, маленькая победа маленького человека над большой сетью. Теперь ждем положенные 14 дней. Посмотрим, что они нам в ответе напишут. Найдут ли они разницу между колбасой и просроченной ручкой? Four to six days later. Продолжение следует... Как к вам обращаться? А, зачем? Меня Максим зовут. Да, зачем? Как к вам обращаться? Ну, а какая разница? Зачем? Не подскажете, а годен до февраля это включительно? Ну, конечно, включительно. А, включительно февраль, да? Конечно, да. То есть до конца февраля, если годен до, вы работаете до семи, но это в 7.59 вы закрываетесь, правильно? В 7 закрываемся. Подождите. В 7 мы ровно закрываемся. Я не имею права закрыться раньше. Не, я говорю позже, в 7.59. Вы просто работаете до 7.00, а если годен до февраля, но это включительно, да? Я думаю, что включительно, конечно. Странно. Я думаю, не включительно, если до... Ну, ладно. Можно мне возврат за некачество товара? Ну, можно, конечно. Чек можно? Потерял, могу время, если не назвать. А мне назвали... А только что? А ручки? Употребил. Нет, так как он вам вернёт. А вы мне не хотите деньги за некачественный товар возвращать? А где товар? Употребил. Ну, тогда, извините, нет. Я вам возврат сделаю, но я должна возврат-то потом на вклад отправить, если они ручки некачественные. Да, они вот, смотрите, годен до февраля 21.00. Но до это, наверное, не включительно, всё-таки, я думаю. Употребил. Ну, тогда, извините, найдите у меня ручку, и я вам туда верну товар. Деньги без проблем мы вам вернем. Всё, давайте. Нет, мы не могли ручки. Почему? Он некачественный, можете просто так. Ну, мне показать, что он не качественный. Так я же говорю, вот, говорю, вот, смотрите. Тут написано, что он годен до февраля 21.00. До это не включительно. Ручки где? Употребил. Ну, извините, не надо снимать. Так, не надо на меня кидаться. Так, я охрану что вызываю? Да вызывайте. Серьёзно, пошла звать в охрану. Нет, ну вы мне ручки дайте, я вам верну. Они некачественные, я их в мусорку выкину. Вы мне покажите, где ручки, как они качественные. Употребил. Ну, вы мне докажите, что они не качественные. Так я вот, доказываю. У нас на камеру. Здравствуйте. А я возврат делаю, зелькачный товар. Товар мне отдайте. Вы товар-то вернули. А вот я всё верну. Нет, он мне не верну. Ну, так верните товар. Так я вот так вот возвращаю. Нет, так нельзя. Как, это же вы товар, это что это? А он некачественный, он просучился, представляете? Вы товар верните, а потом они будут разбираться. А что вы пакет дали? Да. А я упаковку от товара дал, да. И что, и что, где вы, видали, что упаковку я печенье съем. Да, некачественные, некачественные, некачественные. Вот, просоченные печенья, если съедите, вам же не скажут, типа, вы вот сейчас некачественные просоченные печенья съели, выстрите нам. Вы же не будете их высирать, правильно? А ручки где, где у вас? Ну, про печенье давайте расскажем. Ну, а что мне про ваше печенье? Вы смотрите на упаковку. Вы купили просроченные печенья. Хотите сделать за них возврат. Вам говорят, выстрите печенье. А при чем здесь выстреки? А вы что, при чем употреблять? Вы не смотрите на дакт. Вот, все, я посмотрел. Хочу возврат. Мне нужно теперь ручки. Товар принесите. А что, упаковку? Может, вы их использовали? Да, использовал. Я выкинул их. А почему вы выкинули? Потому что это мой товар был. А вы требуете... Представьте, вы придете в магазин, а вам говорят, а почему вы печенье съели? Потому что вы, я купил. Прежде чем есть, вы смотрите. А кто обязан меня смотреть? Они же продавать должны изначально качественный товар. А что тут? Где вы сказали, что не качественный товар? Вот, вот, вот. Годен до февраля 21-го. Даже 21-го, не 22-го. Да. А это дата производства, когда? Нет, это по-английски годен до, экспарис. Так принесите ручки, а потом... Печенье выстрите. Мужчина, вы вообще нормальный? Причем здесь выстрите печенье? Ну, вы про печенье мне? Я вам говорю, печенье взяли просроченное, мы смотрим. Вы их взяли, а потом съели. А вам говорят, типа, мы тебе за просроченное печенье деньги не вернем, пока это печенье не высеешь. Вы вообще нормальный, адекватный вообще-то. Ну, вы про печенье начали говорить. Я вам говорю, вот, к примеру, печенье вы взяли. Да. Прежде чем употреблять, вы смотрите на дату. А кто меня это обязывает? Они прежде чем продавать, должны это продавать качественно. Они должны качественно продавать? Они могут и... Вы должны качественно продавать. Я не спорю. Ну, вы должны принести мне, а не фанты. Ну, то есть, они изначально нарушили, а теперь я что-то им должен. Они не могли сразу... Вы должны нам принести ручки. Ну, в этом фантике вы мне продавали ручки. В этом фантике вы мне продолжали ручки. Вы нарушаете мои также права. Какие? Вы дома? Не, не, я возврат хочу. Так вы упаковку. Ну да. Дайте ему упаковку пустую. Вот, да, пустую. Вот я вам деньги вернула, все, забирайте. А можно мне деньги за некачественный товар? Вот, я вам вернула. Который у вас продали? Проточенный на АГАД. Как раз, вот, пожалуйста, забирайте. Ну деньги верните, пожалуйста. Это ваши деньги. Вы принесли упаковку, вы не принесли товар. А я даже не уходил, я вот сразу на кассе. Я даже не уходил. Ну что, то есть они вам продали пустую, и это сразу без ручек. Я употребил, говорю же. Ну молодцы употребили, все употребили. А как вы теперь? Ну не буду же я высирать их, правильно? Молодой человек, может вы эту упаковку с дома принесли. Все может быть. Ну все, а какие претензии? Вы мне отказываете, потому что я ее с дома принес? Мне просто причина отказа нужна. Дорогой зритель, как ты знаешь, недавно YouTube вел ограничения по рекламе для российского сегмента. В связи с чем многие блогеры встали в очень затруднительную ситуацию. Многие из них не смогут дальше продолжать свою деятельность и, скорее всего, уйдут на завод. Но, к счастью, я и так уже работаю. Правда, не на заводе и, правда, не руками. Но многим в данной ситуации будет тяжело. Поэтому сейчас на экране будет выведен список блогеров, которых я прошу вас посмотреть и поддержать. А также будет выведен номер карты, на которую вы можете скидывать свои донаты. И все собранные средства пойдут на рекламу этих блогеров и на поддержку их в трудную минуту. Спасибо за ваше внимание. Нет товара. Давайте мне ручки. Я вам все, что хотел вернуть. Ну, извините, как же я мои деньги возвращаю? Вы не отказываете? Да, отказываю, потому что вы не произвели полосы. Вы упаковку приведете. А где я должен полностью... Не подскажете норму закона? Я вот вам подскажу. У вас есть телефон? Я подскажу. Подскажите мне норму. Телефон есть, я вам продиктурую номер. Прочитайте сами. Вы подсчитаете. Хорошо. Озвучу, озвучу. Есть такая норма, 503 статья Гражданского кодекса. Если вам продали некачественный товар, и вы его частично, либо полностью употребили, продавец не вправе из него удерживать сумму за возврат. Употребили, это когда употребили, когда вы имеете в виду пищевой продукт, а это не пищевой продукт. Вы знаете, мне еще ни разу никто не объяснил, в чем разница между колбасой и ручкой. Вот это, знаете, плохо, когда вы требуете, а сами не знаете, что вы требуете. Да я-то все знаю. Я вам еще раз говорю. Это упаковка. Где товар? Употребил. Упаковку, может, упаковку из дома взяли. Да нет, она вон там лежала, на прилавке. Чек на товар. Чек я, может быть, готов предоставить. Может быть, готов. Ну, хорошо, давайте, чек. Чек плюс ручки предоставить. Не-не, ручки я не предоставлю. По поводу чека еще вопрос хороший. Извините, я не собираюсь платить. Возвращайтесь. Так, вот. Да, вообще. 312. А какую статью не подскажете, почитать надо? А мне не надо. Вот, пожалуйста, чек есть, чек есть. Все, чек. Ручки. Я употребил их. Ручки. Будут ручки, будут деньги. Утром, стулья. Поднем деньги. Можно. Надеюсь. Привет! Утром, деньги, вечером, стулья. Ручки мне молодой человек пишут. Да. Их не употребляют. Употребить это используют по своему желанию воспользоваться товаром. Нет, нет. Он даже не будет. Все, не втекайте нас от работы. А? Да вызывай, конечно, с вами. А что сделают? Реду заставить меня ручки отдать. Выходите. Возврат. Вам возврат не делают. Ваши дальнейшие действия. Ну, я могу предложить им претензию принести. Вот вы едите с некачественным продуктом. Род потребностей. Зачем? И предъявляйте. Да, и предъявляйте. Вы тоже. Нет, я сначала должен... Нет, вы ничего не пишите. Вам претензию написать? Это туда, куда вы будете. Так это же вы мне продали-то. Вы пишите. Мне не надо эти песни. Нет, мне сначала аквана. Нет, там так не работает. А как работает? Сначала надо с ними этот вопрос решить. Попробовать. Вам обещали. Ну, это письменно. Хорошо, выясните мне, пожалуйста, письменный отказ в возврате. В смысле? А с какого? За бумажку вот ваши деньги тогда в таком случае. Да, можете мне письменно написать, что вот мне не вернули, потому что он не возвращает товар. Письменно можно отказ? До свидания. Вам что, нервы мотать надо? Возрак хочу поздравить. Вы идите с магазина, пожалуйста. Все, проходите. Ты вызвала? Вызвала. А что они сделают? Он на проспекте был, нервы мотал еще. Я такой. Ну, это такой человек. Да, да, да. Пищевой это не пищевой продукт. Так что идите. Здоровые, адекватные люди тоже. С этими, некачественными ручками, с этими, как я ходил. Мне в качестве продали будильник. Я пошел, там про экспертизу. А, вы экспертизу хотите провести? Да, на чем? Ручки есть? Хорошо. Нет, вы захотите экспертизу? Я тогда принесу претензию вам. Вы мне ее примите. Претензию примите? Все, до свидания. Претензию примите? Это вот куда будете жаловаться? Там и примут. Но мне нечем жаловаться. Ну, претензию примите? Мне нечего жаловаться. Письменную. Все, до свидания. Мне просто ответ письменно от вас нужен. можно письмо я просто отказа пока не получилось я вам отказала кто вы будете не представить какая-то тетя 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 пришел дядя такой хочет возврат запросочные нога тручка где ручки потребил и все а я употреблял ваши это деньги деньги да ладно пойдем погуляем ждем страну тут все же интересно если гарантийный срок два года изготовлен в 19 году два года с какого числа идет прикольная дата 39 11 20 номер партии месяц год блин удалите фотку нельзя да как так то взяли сфоткали баллы лайки репостки может возврат делаем все таки без проблем я вам верну второй вопрос претензии примите мы составим торговый отдел составит претензию поставщику и они нам пришли более качестве нет я я вам претензии оставлю примите а кто примет не подскажете я просто даже не знаю кто вы понимаете ни одна ни вторая не представились что это что вы отказываетесь возврат делать не смейте выкладывать мою фотографию даже не вздумайте а можно еще раз снять и пальцы вверх подниму какие тут необразованные не 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 ладно тогда остаемся ребята приедут так я сам уже хотел она мне испугался ладно останусь бу 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 ну да я же не директор 25-летним оптим все начнем молодец тебе отказали теперь твои действия какие дешевые рот по 3-мозор снизу давление сейчас работа что сделали а дайте мне еще раз будешь снимать вон оттуда быстро ты чё себе позволяешь ты чё себе позволяешь а такое удостоверение покажи удостоверение покажи просто давай давай пойдем пойдем с по-другому поговорим с полицию тебя вызову понял давай давай смотрите какой наглая да да просрочку продавать с февраля дай людям да чё чё читать что просрочено да пипец ну что я могу сказать по этой ситуации все это блогерство дает мне опыт добывают негативные моменты но на них я учусь я после этого общался со своими коллегами и сделал определенные для себя выводы в чем была моя ошибка а их было на самом деле несколько во первых мне не нужно было так резко реагировать на тот факт что у меня забрали мое имущество мой телефон но я думаю что каждый бы из вас так отреагировал когда у него впервые в жизни отбирают его имущество в той ситуации мне стоило достать мой второй телефон и начать снимать тот факт что какой-то неизвестный мужчина держит мое имущество у себя в руках но я испугался и просто на нервах отобрал у него мой телефон практически чуть ли не силой как бы из рук также вторая ошибка моей было то что вот как вы видели я закончил разговор с этим охранником и после этого я вышел на улицу чтобы отдышаться от нервов и позвонить в полицию в тот момент больше я в здании не заходил чтобы как бы не провоцировать ни охранника не других лиц на какой-то конфликт и дожидался полицию на улице а когда уже приехала полиция мы зашли в здание и этого охранника уже не было я написал заявление в полицию в протоколе указал что прошу установить личность этого человека приложил полицейский взял мне с телефона фотографии этого человека я написал заявление по факту хулиганских действий там от то что он отобрал мой телефон то что показывал неприличные жесты тот все указал заявление я думаю как и в случаях с другими блогерами скорее всего полиция ну ответа я поэтому заявление не получал поэтому я считаю что полиция провела свою работу тщательно ища этого человека и не найдя его вот если конечно же я пойду ознакомиться заявление то скорее всего там будет именно такая отписка что установить данная личность не удалось и поэтому дело закрыли по крайней мере каких-то отписок я не получал в тот же день я отзвонился руководству этого охранника потому что на видео зафиксировал телефон этой службы сообщил им о ситуации и они обещали мне разобраться в данной ситуации также они скинули мне свой ватсап номер чтобы я им скинул отрывки видео как охранник отбирал у меня телефон и когда я уже потом пришел в магазин подавать претензию как вы заметили на видео как вы увидите сейчас на видео этого охранника уже не было скорее всего его либо перевели в другое место либо действительно уволили и так сегодня у нас 3 марта и я иду подавать претензию магазин алекс посмотрим насколько сотрудники переобучились за пару недель примут ли они достойно продавцам свою претензию по здрасте сегодня у нас 3 это претензия ваш магазин не нужна до отметка принятия и дальше можете передавать отлично спасибо всего хорошего так внимание ведется видеонамер здрасте объект находится о чоп эксперт плюс скажите просто здесь видеосъемка не запрещена авто c вот такая не знаете ну что ребят что собственно и требовалось доказать магазин переобучен сотрудники не китаются видеосъемку не запрещают ждем теперь ответа на мой взгляд борьба с такими охранниками возможно только в рамках общественного контроля общественного порицания поэтому то что полиция не сделала свою работу ну и сделала не сделала для меня это все было большим уроком и теперь я знаю как себя вести в таких ситуациях а вам я конечно же пожелаю чтобы у вас таких ситуаций никогда в жизни не происходило спасибо всем за просмотры ставьте лайки пишите комментарии делитесь видео со своими друзьями впереди вас ждут еще ролики всем удачи всем пока то ты секс ты из летел спасибо лись это сопротивления просрочена все большие вот у нас например штемпельная краска написано срок годности до 2020 года но сейчас у нас вроде вроде двадцать второй год правильно а то просрочка все говорите там на стенде указано подождите пойдемте покажите давайте дети а как найти податься консультанта а мне там девушка сказала что там прямо на товаре написано что он просроченный продается можете показать можно посмотреть а после не продали все просроченную на 2000 да она говорит что он как бы написано траву наглую что-то просрочка покажите пожалуйста где это указано а вот и все что в картине где там распродажа вот я вижу слово распродажа здесь и слова просроченный много advantage top это просрочка продают а кассирша сказала что там написано просрочка удивись покажу смотрел там написано распродажа там ее написано что А, то есть можно так, да? Конечно, почему нет? А у вас биджика нет, не представитесь? А я нет, не представлюсь, я знаю, кто вы. Это с вами мы общались? Нет, конечно. Жалко. У меня нет такого вообще. А вот там вот такая вот продукция стоит на продаже. Там вот слово распродажа не написано, но оно просрочилось в 21 году. А вы можете представить? Это вот тот блогер, который снимает. А у вас есть какие-то документы тоже? Какие документы мне должны быть? Не, ну хоть представьтесь, потому что я должна вам отвечать на вопрос каким-то образом. Максим. Покупатель Максим. А, покупатель Максим. Вот, хорошо. А что вот так прям агрессивно покупатель Максим? Мне просто кассирша сказал, что написано, что прям просрочка. У нас нет кассирша, у нас есть кассир-продавец. Кассир-продавец мне сказал, что там написано просрочка. Нет, я пойду уточню. Давайте, пойдемте уточним. Можно я вставлю вам в баку? Конечно, давайте. По поводу товара, который стоит на распродаже, то, что касается красок. Клей, блестки. Вот это я не знаю, что это за продукция. Это что у нас? Антистикер, аэрозоль. Все, про краски говорю. Хорошо, про краски давайте. Многие художники покупают даже специальные розыски вот эти краски, потому что они более густые, и для них это лучше. И они покупают такие краски. Вы считаете, что по закону о защите прав потребителей торговать просрочкой можно? Вам так никто не сказал. Я пойду еще раз к кассирше, к продавцу-кассиру. Так, хорошо. А как вы мне сказали? Как вы мне сказали? Я говорю, что у нас указано то, что это распродажа. Там на стенде указано то, что это просрочка. Хорошо, это распродажа. Мне продали просрочки на 2000. В распродаже просрочку продавать можно? Я не знаю. Давайте я могу вам сделать. А вот там вот я аэрозоль брал. Он без распродажи написано. Как это получилось тогда? Просрочен в прошлом году, в седьмом месяце. Давайте я вам сделаю распродажу. Да нет, я хочу сначала разобраться. А с продажей, значит, нужно просрочку. Так. Да я просто устал с вами бороться. Здесь написано, что срок годности до 31-го, 12-го, 2018-го. Но сейчас 22-й год. То есть оно, получается, 3 года продается просроченным. Правильно я понимаю? Да, наверное. Ну это можно, оно закустеет. Вы не кричите, пожалуйста. Мы вас прекрасно знаем. Нам про вас рассказывали. Да. Так что мы сейчас совсем разберемся. Давайте. Давайте. Так, где у меня прочитается? Вот я прочитал. Прямо написано. Срок годности до самой последней строчки. Ну что же, ну вот так. Ну вот так. Одна пошла дальше. Вот аэрозоль. Значит, изготовлен. Сколько? 7,19. Срок годности 2 года. То есть в 21-м году, в 7-м месяце оно сдохло. Ну, пусть продает. Это у нас энергетичная продукция. Да. 2 года. Так, клей срок годности 15 месяцев с 8-го, 18-го. То есть это, это получается 15 месяцев, это 12 месяцев этого года. 3 месяца, получается 8 плюс 3, 11. Значит, в 19-м году, в 11-м месяце эта продукция сдохла. В 19-м году. Сейчас 22-й год. Ну, что поделать. Ну, а вы понимаете, клей 2, это клей на воде. Он может быть разбавлен. Это же не хлеб, а не масло. Скажите, пожалуйста, если вам масло продадут просроченную, вы домой его придете и намажете на хлеб. Вот, хлеб свежий. Когда начнете пробовать это масло, оно окажется просроченным. И вы пойдете в магазин делать возврат. А вам скажут, масло верни. Да, и мы вернут. А верните то масло, которое на хлеб вы намазали. Как вы это сделаете, подскажите. Ну, я же не всю пачку буду мазать. Ну, да. А разница, не подскажете законодательно, где указано, что можно не всю, а может там 30%, 10%. Да, да, ну вообще все, что это можно вернуть, что, о чем же. Ну, я понимаю вопроса. Что и что. Ну, я вот про масло спрашиваю. Как? Вам говорят, вот, вы можете масло вернуть чисто с упаковкой, на которой указано, что срок годности просрочен? Ну, наверное, да, я не знаю. Да как так? Нельзя. Вы должны за счет продавца принести саму продукцию. Нет, не правда. Зачем? Почему за счет продавца? То есть ваш директор Алекса врет? Я не знаю. Вы с ним общались? Конечно, он же мне ответ предоставил. Правильно? Где там написано, будем рабы вас видеть. Да, мы что же, мы тоже вас рады видеть. Не, рабы там написано. Где там? Я не понимаю. На ответе на мою претензию. Я же не знаю, где ответ на ваши претензии. Вы так сумбурно все это быстро говорите. Мы даже не успеем. Ну, вы просто продавец. Давайте спокойно. Давайте. Давайте спокойно. Вот, ваш директор отвечает по претензии, что... Да, мне на... Я в два магазина составлял претензию, да, что я хочу сделать возврат по упаковкам. Как сейчас мы с вами обсудили про масло, правильно? Ну, и что? Вот, вы говорите, что масло... А мне отказывают. Упаковки с чего? С чем? Ручек, фломастеров. А вы покупали упаковками где-то? А вы покупали масло упаковкой? Ну, если считается одна штука упаковка, то да, да. Ну да, там как бы фломастеры по одной штуке не подается, там же упаковка фломастеров. Ну и что дальше-то, я не понимаю. Я не понимаю, Лен. Что у нас с меня хочется? Ну, мы с вами дискутируем, вы про масло сказали. Мы с вами... Да я знаю, что он может быть. Мы с вами... При него уже все знают. Мы с вами по маслу решили, что вы масло можете вернуть чисто с упаковкой, правильно? Вы находитесь сейчас в канцелярском магазине. Да. И это некорректно вести разговор о продуктах. Это первое. Это продукты употребления? Это не продукты питания, о которых вы говорите сейчас. Это продукция, которая реализуется? Вы слышите, что я вам говорю? Это не продукты питания. Это совсем другой товар. На нем написано распродажа. Если мы сейчас... На нем написано распродажа. То есть уже потребитель вправе... А вот на этом товаре не было написано распродажа? Ну вот на одном товаре. Есть остальные товары, я просканировала, посмотрела. На этом я тоже не помню, что было распродажа. И уже покупатель вправе решили себя, покупать ли ему товар, который реализуется официально по одной цене, либо товар с распродажей. И вот если ему нравится этот товар, он у нас его купит. Да что ты, черт побери, такое несешь? А распродажа что значит? Подскажите, пожалуйста. Когда товар продается по более низкой цене, в связи с чем? Ну, в связи с тем, что вот, допустим, клей ПВА, о котором мы говорим, у него истек срок годности. Истек или подходящие к истеканию? Вот я, например, в магните видео, проценты, скидки там 20%. Я хочу аналогии, понимаете? Не надо аналогии. А почему нет? Совсем аналогии неуместны. А почему неуместны? Вообще этот диалог какой-то, вы превращаете это в какой-то базар. Я хочу аналогии строить. Не надо нам строить аналогии. Вы пришли, мы говорим о конкретном товаре. Вот, допустим, клей ПВА. В вашем магазине распродажа, это когда просрочен товар уже, правильно? Ну, люди об этом знают, это бесполезно. Я просто в магните видео, когда там, например, печеньки, а разница какая? А какая разница? Большая. А, законодательно, какая разница, расскажите. Я не знаю, покажите, что значит законодатель. Ну, то и значит, какая разница. Я покупатель, я покупатель. Я вам поясню. У меня есть закон о защите прав потребителей. Вы не надо вот этого, вот, стройте себе блогера известного. Я артист больших и малых академических театров. Так что, давайте, что какие-то. Ну, не хочется. Ну, я хочу аналогию, я хочу понять, на каком вы... Какая разница между печеньками и клеем? Я не знаю, расскажите, но... Этот диалог неуместен, и обсуждать, в чем разница между печеньем и клеем, мы сейчас с вами не намерены. У вас конкретно, вот ко мне, как продавцу, сейчас какой вопрос? Вы совершаете распродажу просроченных продуктов? Мы продуктами не торгуем. А что это? Продукты использования, продукты потребления? Продукция. Продукция. Но не продукты. Все-таки разница есть продукт. Вы про продукты мне сейчас спрашиваете. Хорошо. Продукцию. Вы реализуете на распродаже просроченную продукцию? Не мы реализуем. А наша фирма так делает, реализует продукцию, которая подходит срок годности. Подходит. Причем покупатели, которые к нам ходят уже годами, они об этом знают. Администрация, директор, юрист, пожалуйста, приходите в будущий день. Не, ну вот сейчас вы сказали интересную вещь, что с подходящими все-таки сроками годности. То есть они когда-то там через недельку, через две просрочатся. Не, ну что мы, мы будем поболтать. Ну хорошо, вы сказали, что директор есть. Можно директора? Ну он сегодня выходной, какие директоры? Понятно. Так же, как и в 20-м директор. Понятно. Ну вот, собственно, распродажа. Можно. Можно. Можно просрочку продавать, потому что она распродажа. Я даже, кстати, еще не все снял-то. Походу, да? Ну да. Пусть еще полежит. Ну что, еще рожок, сейчас зафиксируем всю продукцию, сроки и будем делать возврат. 5-го месяца, 20-го года, это продукция отдоха. Здесь написано старогодности 5 лет. 5 лет от 0,2-16 и стекло год назад, феврале 21-го года, сейчас 20-й. Здесь у нас прям четко написано, вводим до 31-го, 12-го, 2018-го, сейчас 22-й год, 3 года, ну пусть полежит. 7-19, 2 года. Отлично. Идентичная продукция, 7-19, срок годности 2 года. Так, наверху написано 08-18, срок годности 15 месяцев. Как я говорил, это все из тепла в 11-м месяце 19-го года. 19-го, сейчас 22-й. Так, здесь у нас непонятно, правда, то ли 15-й, то ли 19-й. Первый квартал, 24 месяца. В любом случае, это сдохло либо в 17-м году, либо в 21-м. Клинис готовлен 21-го, 2-го, 19-го, срок годности 2 года. То есть, опять же, в 21-м году, в феврале, сейчас уже 22-й год, март. Дата выпуска 17-й год, 24 месяца. В декабре 19-го года этот продукт надо было снять. Тут уже другая партия, дата выпуска 2-я, 19-я, может, правда, поменяли ручкой. 2 года. В феврале 21-го сдохло. Так, вот такой вот мне нравится, в канцлере на первом аське продали. Как там было посвежее, а здесь написано срок годности до 2020-го года. Сейчас 22-й год, то есть 2 года уже просрочно продается. Это все та же, 24 месяца, все-таки, по-моему, 15-й год. То есть еще в 17-м году эта продукция сдохла. Ну да, 17-й год, первый квартал, 24 месяца. Срок годности 24 месяца, изготовлено 10-е 2018, то есть 10-е месяце 20-го года, это сдохло. Срок годности до 0-5-го 2018-го. Практически 4 года эта просрочка лежит тут. Срок годности до 10-е 2018-го. Молодцы. Ну что сказать. Пойдем утилизировать мусорку, потом делать возврат. А, подожди, может быть они... Хотите удостовериться, что вся продукция просрочена? Нет. Я просто потом возврат делать буду. Хорошо. Без продукции. Они все равно. Вы удостовериться хотите, что она была просрочена? Я вам сделаю возврат. Не переживайте. Вы можете отказать. Нет. 2000-е немаленькие деления. Возврат, ничего страшного. Ну, как хотите. Странно. За 73 рубля отказали. А, корзинку, да? Корзинку. Корзинку. Я корзинку сейчас вытащу, я же пакет просто. Конечно. Конечно. На 2000-е я пакет. Не, она мне... Еще раз. Не так быстро, помедленней. Нет, мы выехали. Мне продавец, как корзинку продавец, как вы меня поправили, сказала, что она мне сейчас сделает возврат. Ну. Я просто сейчас пойду, мусорку все это выкину и вернусь. Ну, и что? Все. Можно пойду, да? Я не знаю. Что вы вообще там? У вас в голове какие фантазии? Может, куда хотите идти? Я сейчас на улицу и вернусь. Что вы вообще? Максим, я же говорю. Максим. Я не понимаю, что вы покупатель Максим, мы помним. Мне сейчас на 2000 продали просрочки. И что? Вы сами ее купили. Вы знаете, что это просрочка. Я сам знал, что это просрочка. А вы сами знаете, что у вас на распродаже стоит просрочка. Мы можем сделать, да, конечно. Все, хорошо. Я пойду сейчас? Идите. Все, спасибо. Что вы думаете? Не, не, я сейчас вернусь. Куда там все? Доброго. Все, готов. Угу. К чекам? К возврату. Давайте чек. Потерял. Могу сумму и время назвать. Я без чека не могу. Он стекает. Восстановите, пожалуйста, мне чек. Пошу. Тетя оператором решила побыть у меня. Какие данные нужны? Из квадра, из квадра. Ой, смешные бывают же, а? Нет, мы для руководства. Пожалуйста. Да, пиши. Вы нам дорог не нужны, господи, боже мой. А что вы хотите руководству? Мы про вас знаем вообще. Руководство, передаю привет. Мне сейчас за 2000 без товара... Скажите, скажите, давайте. Мне сейчас 2000 без товара будут делать возврат. Я даже удивлен. При том, что мне отказали в возврате за 73 рубля. Странно как-то. А где отказали за 73 рубля? На Красной Армейке. В письменном виде. Ответ. Если вас интересует, могу показать. Нет, меня не интересует. Вы хотите, можете донести до нашего руководства. Что донести? Ну, что вам отказали, допустим. Так, а директор, ты что, не знаешь, что он мне написал, что ли? А, ну, да вас все знают уже, господи. А что же вы так сейчас? Вы нашли блогер. Блогер. Уже вся Тула права знает. Уже Тула вся знает. Конечно, такое чудо ходит. Мне кажется, это та самая директор с 25-летним опытом про меня всем рассказала. Вообще. Хотя ролик с ней еще не вышел. Про вас в логе сходят, говорят, бедный мальчик. Бедный. Бедный. Совсем бедный. Ходит тут это, просрочку на 3 года, на 4 года снимает. Да, да, вы вообще делаете мерчище, мы поняли. А вы считаете, что распродавать просрочный товар можно? А вы знаете, что люди этим пользуются? Ага. Идите хлебушек просрочный купить себе в магазине. Давай, давай, идите. Не давай, давай. Подспокойнее. Давай, давай, идите. Вы очень агрессивный. Я просто не люблю неграмотных продавцов. А мы не продавцы. Ну, я... Молодец, бедик перевернул, а не продается. Ну, да, это вот все было очень сильно. Я думаю, что если что, я же Владимировичу вкажаю. Да, конечно, я сейчас распечатаю, просто ловлю. Да, все. Откравлю. Вы точно мне возврата делаете? Может, все-таки откажете? Я вот не против абсолютно. Как так-то? Я вам потом покажу, ладно? Ответ у вас, что делаете? Да, вообще, нету, а дошли. Мне интересно. А мне чек возврата я безнально, безнально лично оплачал. Мне чек возврата нужен будет. На карту. Безналично оплачивал. Вы безналично оплачивали? Конечно же. Сложно, сложно. Бывает. А я не смогу вам сделать вам. Почему? Чек выкинули. Мне фотографии остались. А там не отойти транзакции. Как стоит транзакция? Я без ID не смогу сделать вам возврат по безналу. Я могу вам отдать деньги наличкой. Ну, хорошо. Там видно? Вы мне точно хотите возврат делать? Может, не надо? Может, откажете? Там ID транзакция, видно? Там у них два? На чеке, который вы выбросили. Да, там два чека. Ладно, я вам сейчас найду чек, ваш. Ну, смотрите, пожалуйста. Олесь, может, вы все-таки откажете? Мне такое интересное. Не обращаться к вам по имени? Зови меня хозяин. Не ошибешься. Че, Тяна? Может, откажете все-таки? Все-таки? Вашу дядя. Да, печально все. Бывает. Давайте. Может, откажете все-таки? Ну, что ж такое? Скупился на 2000. Думаю, откажут. Так. Вы, пожалуйста, не переходите на личности. Хорошо, Олеся. Баранова. Подположу, что улегал. Номер транзакции. Мне не нравится. Иди, пожалуйста. Номер ссылки. Я вам сейчас... Прн есть. А, есть ID транзакции. Есть номер, да. У вас потом норководство не поругает? Прикладно. Я еще раз повторю. Там пакет-то убрать надо, да? Прикладно. Пакет, может, уберете? Я не буду. Ну, как-то... Выложите, пожалуйста. Дарит пакет. Сумма возврата. Возврат. Хорошо. Спасибо большое. Как вам продавец... Продавец обращаться? Ну, вы не хотите, чтобы я к вам Олеся обращался. Как вам обращаться? А зачем ко мне обращаться? Я бы сделала возврат, все. Ко мне претензии имеются? У меня лично. Абсолютно никаких претензий к вам нет. Хорошо. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Да не, я не такой быстрый. Могу просто пройти мимо. Согласитесь, как-то нехорошо будет. Ты. Ну, мне возврат сделали. Наверное, все-таки... Наверное, все-таки за некачественную продукцию полный возврат делают, да? Даже без продукции. Наверное. Вот это тоже просочка. Уберете, ладно? Конечно, обязательно. Производство 3,19. Скорее всего, три года. Три года. То есть... Сейчас посчитаем. Так. Так. Сейчас же март, да, у нас? Март. Вот здесь я просто считаю, что годен до марта. Как считаете? До какого это угодно? Ну, что-то не умеет. Там написано. Изготовлено 3,19. Срок годности три года. Сложна. Непонятно. Че, к чему-то... Март, это включительно или нет? Да, такое изготовление, смотри, на стикер. Вот он, стикер, 3,19. Это стикер? Да. Дата изготовления. Да. Вот. И там ниже 3 года написано. Ага. Март еще не заканчивается. Март еще не заканчивается. То есть вы считаете, что это включительно? Да, ну что... Все, понял. Отлично. Нет, знаете, я просто тоже считаю, что эта продукция просрочена, поэтому я попросил бы ее убрать. Вот, да. Ну, вы взяли? Нет, спасибо, это ваше дело. Пусть сами таскают свою просрочку. Вот я просто-просто офигею. Вот я просто офигею. Здесь написано, что он годен до февраля 2016 года. До февраля 2016. То есть это на 6 лет просрочно. Остановите планету, я сойду. А какой плюс от фломастеров просроченных в феврале 2016 года? Не думаю вообще. Ну вот вы там про краски говорите, что они там загустели, кому-то они лучше. А если фломастеры просрочены в феврале 2016 года, что там может быть? Какой плюс-то? Ну, не пишут. Кто-то, может быть, у кого-то не хватает на хорошие, купит такие. К нам люди приходят, выбирают, смотрят. Ну, пусть полежать тоже, да, считаете? Я считаю, что вообще будет все, пока полежит. А, так а что я принес, вы сказали, вот берете, нет? Нет, я поставлю потом на место. Потому что это тоже распродажа, она ценена до 32 рублей. То есть мы не делим какие-то бешеные деньги за это. А человек, который не может себе позволить, он еще хороший, а не как химический состав. То есть люди покупают с удовольствием. Да. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Май 2015-го. Срок годности 2 года. Ну, ребят, ну, распродажа, ребят, распродажа. Чего вы хотите? Покупайте просрочку с 17-го года. Ну, вот распродажа-то. Хлебушек, зелененький в магазине тоже можно купить под скидочкой в 1 рубль. Я все-таки, вот, у меня совесть, я вот сюда положу пока, ладно? Ну, конечно, ну, вкладывайте. Ко мне претензии есть? А вы кто такой, чтобы вам какие-то претензии предлагали? Ну, мало ли, может быть, какие-то претензии. Ну, вы обыкновенный покупатель у меня, поэтому у меня нет такого. Я все-таки советую, пока это не ложить. Может быть, с авто, с директором поговорим, она скажет, что это просрочка. Спасибо. До свидания. Пожалуйста, пока не ложите, ладно? Хорошо. Вот, как директор даст команду, то да. Все, до свидания. Всего доброго. Май 14-й срок годности, 2 года. Ну, пусть еще поставит. Естественно, почему бы нет. Без распродажи. Ну что, вот, по мнению продавцов мальчик, который побывал в магазине «Алекс». И главный офис, я удивлен, собственно говоря, что продукция, которая просрочена еще там в 14-м году есть, в 16-й год просроченная, лежит, продается. Продавцы такие грамотные считают, что ну, пусть полежит. Почему бы нет, пока директор не даст руководство указания. Действительно, почему бы нет. Пусть служит, пусть продается. И самое смешное, ребят, для меня в этой ситуации, это тот факт, что мне сейчас сделали возврат за продукцию, купленную на 2 тысячи рублей. При том, что за ручки, которые просрочены на год, и у них стоимость была 73 рубля, они мне возврат делать отказались. Странные, странные люди. На самом деле, специально пришел закупиться в большом количестве, для того, чтобы, ну, подать в суд не охота, охота подать в суд. А когда судишься за 2 тысячи, там и пение, и штраф, уже поинтереснее. Все равно, даже за 73 рубля мы будем сидеться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Просрочка все. Я вот не знаю, что с вами делать с этим Аликсом магазином. Просрочка, торгую, туторгую. Вот не могу понять, что происходит просто. Давайте я вам деньги верну. Не, подождите. У вас там вот еще... Да. Давайте вам денежку. Не, 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 подождите. Пока еще рано. У вас там вон еще клей стоит, походу. Он тоже просрочен. 18-й год плюс 15 месяцев, это год получается, и 3 месяца. Это где-то в 19-м году оно все умерло, правильно? Ой, это вы мою продукцию убрали, случайно. Я вам сейчас деньги за продукцию верну. Вы там еще мой клей один еще убрали. Подождите. Я вам все деньги верну. Можно мой клей обратно пока? Возьму. Спасибо. Я вот не знаю, понимаете, я вот им делаю возврат чисто за упаковку. Они мне говорят, что типа я должен вернуть товар. Вот скажите, если я сейчас ручку достану и клеем ее измажу, вы ее в таком состоянии примете? Молодой человек, уберите, пожалуйста, телефон. Давайте мы с вами поговорим. Мне в вашем офисе сказали, что съемка разрешена. Если не устраивает, можете позвонить в главный офис. Я вам сейчас деньги все верну. Я бы хотел испортить эту продукцию, чтобы она вот так вот поодноштучно не продавалась. Потому что вот можете высказать сургунности у этой ручки? Вот не можете. Я бы хотел ее клеем измазать, чтобы она повторно не выставилась на продажу. И вы мне за нее вернете деньги? Я при вас сейчас, значит, оформлю возврат. Возврат это возврат. На склад возврат. Но мне все равно куда там, на склад. Потом они куда-то там отправят. И оно вернется со свежими сроками, первых стеркирует и так далее. Я хочу клеем измазать. Вы не против? Молодой человек, но я же не против вам деньги вернуть. Да. Вот я ее измажу клеем, и вы мне за нее вернете деньги? Я даже ее забирать не буду. Измажьте клеем, и я вам верну деньги. Спасибо. Все, вот в этом вопросе. А вот здесь вот не подскажете, смотрите, здесь дата производства 3.19 и срок годности 3 года. Это март включительно? Конечно, март включительно. Нет, Бог! Нет, Бог, пожалуйста, нет! 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 То есть за эту продукцию вы мне не вернете деньги? Я ее измажу. Ну, получается, до 0.03? До, вот вы сейчас сами сказали, до 0.03. Ну, получается, я так предполагаю, что третий месяц он включительно. У вас время работы до скольки? Мы до 6 часов работаем. До 6, то есть до 18.00, до 18.00. Не до 18.59? Вы до 18.59 работаете? У нас, вот, посмотрите, пожалуйста. Да, я знаю, я знаю. Объявление, да. Ну, вот, если когда говорят до 6, это до 6 или до 6.59? Вы сейчас даже сами сказали, что годен до. Ну, вы хотите, чтобы я вам... Вы хотите вернуть этот товар? Я его так же измажу. Ну, если он вам не нужен, я вам верну за него деньги без проблем. Хорошо. Все. Сейчас я его измажу и из него возврата делать. Давайте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потерял. Могу время и сумму покупку назвать. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Карточек прикладывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Ко мне претензии есть? Нет, вам нет никаких. Все хорошо, до свидания. Хорошо вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, а вы закупаетесь в магазинах продуктовым питанием? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не закупаюсь. Почему я снимаю? Вот если вы, например, колбасу купите, откусите от нее и пойдете возврат делать, а вам скажут, типа, ты колбасу откусил, поэтому мы тебе возврат не делаем, но она была просточена. У нас есть какие-то претензии к моему товару, которые только что купили? Пока нету. Очень хорошо. Я желаю вам хорошего дня. Хорошо. Ну ладно, сейчас начну делать так, чтобы были претензии к товару. У нас видеосъемка запрещена. Не звонить, у нас запрещена видеосъемка в магазине. А вы не снимаете здесь, да? Нет, не снимаете? Ну не снимайте. Я вам не против, что вы не снимаете. Алло, добрый день. Может быть мне с Владимиром Николаевичем поговорить или с охраной? У меня есть очень странный молодой человек, пришел и начинает меня снимать на видео. Ну он никак не представляется. Он купил, нет, набор текстовыделителей, и теперь задает мне очень ложевая. Ну вот я с вами разговариваю, он меня снимает на свой телефон. Вот, я сказала, что запрещено. Всякие вопросы, как бы, задает о моей бытовой жизни, как я покупаю колбасу в магазинах. Ну вы, может, мне поможете? Вон прямо напротив меня, напротив прилавка, стоит и меня фотографирует. То есть снимает на свой телефон. Ну вот я вот с вами сейчас разговариваю, он меня снимает на видео. Да, мне это неприятно, это вообще ненормальная ситуация, как вы понимаете. Может вы кого-то все-таки охрану мне поможете вызвать? Понятия не имею. Да, ну Владимир Николаевич, переключите, пожалуйста. Ну пока ее переключают. Сиксируем, сиксируем. И еще раз, сиксируем. Знаете, мне качество товара не понравилось, я бы хотел сделать возврат. Владимир Николаевич, вот у меня человек пришел, он купил два набора текстовыделителей. И после этого достал свой мобильный телефон и вот устроил видеосъемку. То есть я вот звонила сейчас по основному офисному телефону. Все, что я говорила, все вот он сейчас фиксирует на свой видеотелефон. Перед этим начал мне задавать вопросы, когда я хожу в магазин, как я покупаю колбасу, кусаю ли я этот товар. Вот, сейчас он мне говорит, не знаю, ничего не хочет, он просто меня фотографирует. Возврат хочу. А, вот сейчас он уже созрел, чтобы получить возврат. Да, за некачественный товар, который я частично употребил. О чем был вопрос по поводу колбасы? Он достал оттуда, из набора, достал три текстовыделителя. По одному оставил. И хочет вернуть, да, и хочет он вернуть только пустые коробки с одним текстовым делителем. На одну четвертую полные. Говорит, некачественные. Что? На Болдина посылать его. Вот, 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 приезжайте на Болдин. Я прямо сейчас приеду. Он уже готов, он уже, видимо, многократно здесь у нас, в нашей сети бывал. Убедитесь, что товар некачественный, пожалуйста. Хорошо, я его отправлю на Болдин. Только в качестве убедитесь сначала, чтобы потом не говорили, что я другой товар доставлю, что-нибудь такое. Хорошо, все, спасибо, Владимир Николаевич. Всего доброго. Пожалуйста, вот весь ваш купленный товар. Убедитесь, пожалуйста, что он некачественный. Это ваши выдумки. Выдумки? То есть, если продукция изготовлена в одиннадцатом месте девятнадцатого года, у него срок годности восемнадцать месяцев, и она просрочилась, то выдумка. Вы все знаете, вы уже неоднократно... Убедитесь, пожалуйста, что это ваша продукция. Вы уже неоднократно... Я не подсуну, что-то другое. Вы посещаете наши магазины. Вы у нас уже постоянный клиент, постоянный гость. Мы, можно сказать, вам очень рады. Возврат хочу. Вот, поэтому езжайте на Болдина и получите там возврат или все ваши претензии. А в магазин надо или где-то в главный офис? Обратитесь сначала в наш выставочный зал, и вам там подскажут... А там вход в какой страну? Я вход в магазин, вон там, через плодовачки. Я думаю, что вы там сориентируетесь. Я там еще не была. Я тоже там ни разу не была. Убедитесь, пожалуйста, что у вас товар некачественный. Молодой человек, мы с вами уже обо всем поговорили. О чем? О том, что вы убедились? Мы обо всем с вами поговорили. Убедитесь, пожалуйста, как продавец, что этот товар некачественный. Я поеду. И буду заниматься другими делами, которые входят в мои обязанности. Вы просочку как, снимаете или нет? Молодой человек, обо всем мы уже с вами поговорили. То есть этот продукт где-то в середине 21 года просочен, а сейчас апрель 22. Я уже больше времени своего рабочего вам уделить не могу. Возврат хочу. Прошу прощения. Я вам уже объяснила, где вы его можете получить. А у вас не могу сделать вазад за некачественную продукцию? Мы уже с вами обо всем поговорим. Ну ладно, поеду. Дорогу же мне платят, да? Спасибо, до свидания. Всего доброго. С вашего счета, да, дорожка будет? Хорошего дня, хорошего настроения. Съемку не запрещайте только в будущем, ладно? У нас запрещена съемка. У кого у вас? В магазине Алекс. Вы в России находитесь? В магазине Алекс. А выставаться в центре можно? В коммерческой организации свои правила. Ну, вам как сотруднику запрещено вести съемку, я понимаю. Нет, вам как посетителю запрещено. Так я же не работаю у вас. Вам запрещено проводить. А как мне могут запретить-то? Я же не работаю у вас. Хорошего вам дня. У меня есть много друзей. Съемку не запрещайте, она разрешена, ладно? Я занимаюсь своими друзьями. Съемку просто не запрещайте на будущее, она разрешена. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Ох, ребят, настал мой звездный час. Сейчас едем в офис Алекса. Я вам не смогу его продать. Почему? И записывать вы не имеете право меня. Почему продать не сможете? Ну, он уже старый. Старый? Насколько старый? Ну, там, в 2014 год. Угу. Я не разрешаю выкладывать видео с моим участием. Угу. Угу. Я вас услышал. Насколько старый? Посмотрите. Давайте посмотрим. 2014 год, 42 года. Предназначено для детей с четырех лет. То есть, просучно, с 2016 года, сейчас 2022. Правильно? Угу. И у вас это лежит с ценником. Я понимаю. И вы мне сейчас рассказываете, что вы не хотите это проделать. Видео с моим участием я не разрешаю выкладывать. Хорошо? В суд подойдите, правильно я услышал вас? Нет, просто я вам не разрешаю выкладывать видео с моим участием. А мне нужно разрешение ваше нужно? Да. На каком основании нужно разрешение? По 51 статье уголовного кодекса. Чего, блядь? По 51 статье уголовного кодекса? Ух, страшный как. Ну, вы это как, снимете или обратно на продажу положите? Ну, снимем, конечно. Конечно. А остальную просочку сняли? Остальную все сняли. Что? Ну, дубль два. Странно. Все сняли, а с 2016 года лежит. Годен до апреля 22-го это включительно? Ну, давайте посмотрим. Нет, можете смотреть, я про другое спрашиваю. Про что? Про другую продукцию там написано, годен до апреля 22-го. Это включительно? Да, конечно. До конца апреля, правильно? Да, 22-го апреля. Вот, до 22-го. 22-го апреля включительно? Нет, до апреля 22-го года. Вы про что спрашиваете? Я про сроки годности. На продукте написано, годен до апреля 22-го года. Ну, годен до апреля 22-го года. Да. Сейчас апрель? Сейчас апреля еще не закончится. Там не указано число. Ну, это, наверное, кто звонит. Включительно, да. Ну, включительно. Мы не разрешаем. Включительно, да. Включительно, да. Включительно. Все отлично. Как в головной офис пройти? Первый подъезд. А, ну да, первый подъезд, второй. Это вот следующий просход. Не тот, который закрытый, а тот первый. Вот там следующая дверь, нет? Нет, еще одна. Все. Да, первый подъезд, второй. Вот там до апреля, и мне просто лично кажется, что это не включительно, потому что число не указывает. Ну, это лично кажется. Это кажется. Ну да. Да, я же сейчас ничего не нашел, да, вот там детской продукции не было, салфеток вон тебе непросточные, да? Можете продать мне вот эту продукцию? Нет, конечно, не продадим. Почему? Потому что это моё. Потому что это... Давайте покупайте, я посмотрю, какую покупать будете. Только, внимание, она просрочно на недельку. Ничего страшного, я не погибну. Ну, нет просрочки, да? Нету, нету. Она не просрочно, там до апреля включительно. Вот в этой продукции до апреля включительно? Хватит уже нас снимать. Там и число есть, и месяц, и срок годности два года. Она годна до 6 апреля. Ну, хотя бы я рад, что вы нормально поработали, почистили магазин. Спасибо вам. Ну да, на 2000 помог, на 2000 помог до этого, да. Спасибо вам большое. А претензию на вот эту покупку вам оставлять или там тоже лучше? На 2000, когда я купил просрок у вас. Не знаю, вам деньги же вернули, в чём проблема. Да, в моральные страдания пострадал я малость. Ты серьёзно? Мы сочувствуем вам. Претензии куда сходить? Там или к вам? Ну вот и сходите. Там наш юрист. Все вопросы к юристу, пожалуйста, проходите. Ну я вам всё-таки не советую эту продукцию покупать, она до 6 апреля. Вот там в зале ещё до апреля осталось, но это вот конкретно сроки. Так что аккуратнее, Юля, ладно? Спасибо за предупреждение. Всё, всё хорошо вам, Юля. Спасибо. Яна, до свидания. Я вот пока не знаю, как бы ответ по претензию, как там будет. Это не нам, это не нам. Не, а может они скажут к вам, потому что я же прошлые претензии в магазинах оставлял. Может у вас тут директор как тут есть? Он сейчас никуда не уехал. Это по записи. По записи, вот. Я вот пробовал позвонить, записаться, мне сказать, что он уехал куда-то. Ладно. Тогда можно. Вы только всё-таки не покупать. Да, ну пойду, пойду. А то сейчас я уже фломастеры купил, короче, пытался 25% товара вернуть. Мне сказали, езжай на Болдину, вот я вот где-то в районе Кирова, короче, в магазинчик. Не знаю, как так можно вернуть. Не знаете? Вот я вот продавцу и говорю, если вам продали просоченную колбасу и её надкусите, вам же не скажут типа давайте там высрите, высрите колбасу. А вы надкусили что ли? Я 25% возвращаю. Ну а где сами фломастеры? Употребил. Как? Путём положения к себе в рюкзак. Это же мой товар, я же могу. Я просто не знал. Вот, почитайте, почитайте 503 статью гражданского кодекса. Ну вы тоже почитайте, то что вы обязаны товар вернуть. Мы это в суде разберём. Ааа. Ответ-то я получил. Просто странно, на 70... Нельзя просто в суд, по-моему, свыше тысячи, а там... Нет, это свыше 50 тысяч, это районный суд чисто идёт. Но есть у меня только моральные требования. А у меня, кстати, к сожалению, не только моральные, мне сейчас за товар не вернули. Вы можете и просто вот поговорить не сказать. Конечно. Пожалуйста. Просто я понимаю, вы берёте пример, да, допустим, с Артёмом Вольфом. Но вы посмотрите, как он это делает. Вы видео хорошо смотрели? Хорошо. Вы там меня там не видели случайно? Меня там случайно не видели? Нет. Плохо смотрели видео, ладно. Это, может, я не те видео смотрела. Ну последние. Он возвращает даже надкусанный товар, он возвращает полностью. Да, понимаете, это... А в чём вот этот вот прикол? Я... С чего я этой деятельностью начал заниматься? С того, что меня торванули колбасой. Я вот реально... Блин, ну это продукты, это понятно. Да. Ну а разница, понимаете, девочки, законодательно нет разницы. Между вот... Я, например, сейчас вот на Кирова там в магнит косметики капсулы возвращал. Ну капсулы, да. Потому что... Подгузники. Подгузники. Ну здесь, с одной стороны, да, можно понимать, детский товар. А разница какая? Ну вы знаете, у нас, допустим, берут краску вот эту художественную, которая лежала полка. У неё нет срока? Это там какие-то штемпели были? Я не знаю. Штемпели, краска? Не штемпели, а художественные. У нас берут люди, они знают... Там нет срока? Нет. Там даты есть, но сроки нет. Масляные, краски, аквари... Да. Но там ниже нету окончания срока. Там есть, есть всё. Там, допустим... Там есть дата. И срок годности, допустим, где 2 года, где 5 лет. То есть она... Я, честно говоря, у красок не слышал, а вот штемпельные какие-то там вещи встречал. Ну штемпельные это может, да. А вот Масляные, вот где вы художку тогда смотрели, получается там художники ходят, и они специально ждут, пока не пройдёт срок годности, и они её покупают. А клей какой смысл был? Фломастеры. Вот это вот, которое вы у меня сняли, что там было? Фломастер или что это детское? Какой смысл вот это? С 16-го... С 16-го года нафига она лежит? Это кредоскоп обычный вообще даже... Клей там был... Там, конечно, краски ничего нет. Клей от августа 18-го года 15 месяцев. Ну это, считайте, год где-то примерно. То есть где-то в 19-м году он там сдох, клей. Нафига он нужен? Ну его уже употреблять-то не будут. Ну не клеит и не клеит, бог с ним. Не, просто вот у меня тематика, да, она больше по 503-й статье. И у меня сейчас я вот... Я лично вот с нового года только на эту вещь переключусь. То есть я уже отснял бегемотик. И мне там сказали, типа, что там канцев не хватает? Я пошел по другим канцам смотреть. На Первомайской канцлер посмотрел. Вот вас сейчас как бы прокатывают. Там бегемотики-то, наверное, игрушки какие-то? Нет, тоже вот, ручки фломастеры, слизь какая-то там. Вот. И они мне просто сказали, типа, что там канцев не хватает. Ну это вообще не моя тематика была, вот эти канцы. Это мы просто как раз с Артемом в Москве, когда новогодний выпуск был с Детским миром. Где он там вот это... Ну, Детский мир это одно, а это... А там то же самое. То есть я у нас, например, на Первомайской Детский мир снял. Тоже, короче, ручки возвращаю, куча разных партий там, куча там. Делаю возврат по одной ручке, короче. Она мне... Она думает, что я украл, что ли, или что, не понимаю. В итоге, короче, она мне возврат сделала, но сказала, типа, верни ручку. Я говорю, не верну. И она, короче, охранника подозвала, и охранник меня начал задерживать. Я такой, ну ладно, короче, вызвал полицию, про лицо приехал, говорю, просрок. Она такая... Ну, просрок. Ну, это тоже просрок-то. Допустим, да? Все, что я пока у вас покупал, это просрок. Вот, что вы тогда покупали? А у меня списки есть, что я у вас покупал. Нет, естественно, нет. Вот, допустим, вы красный, да? Ну, надо же возвращать товар. Ну, кто сказал, что надо? Кто сказал? Ну, написано. Где? Это там... Я понял, о чем вы хотите, то, что они мне ответили, написали. Но это речь идет о... А знаете, какой вещи? Это вот, если вы купили, например, холодильник, да? И он у вас сломался. Там речь идет о том, что вы должны вернуть... Там же не написано, что это холодильник? Там написано, что вы должны вернуть за счет продавца. Это там акцент... Ну, давайте, давайте, найдите, короче. Вот, что я у вас в прошлый раз купил. На 1953. Вот вся продукция выписана в сроке годности. Но для чего вы это делаете? Ваши продавцы мне сказали, что это для вас норма. И вы мне сейчас тоже это подтверждаете, что там ждет своего покупателя. Я считаю, что проскочка в любом виде... Нет, мы имеем в виду именно художка, именно краски, масляные, акцент. Ну, если вы говорите, что там сроки были, какая... Ну, у нас берут художники, они ждут специально, когда истечет 100 года. Знаете, обменяйтесь личными контактами и налички где-то это делать. Это не так, что, типа, оно стоит в продаже, и кто-нибудь другой может подойти и взять. Что у вас тот самый пипец? Срокой все до 5-го, 18-го. Краска для мраморирования. Восемнадцатый год. Клей для ткани. Статью 18? Чего? Это еще сроки называют. Нет, я не знаю, когда вы сказали... На что они там ссылались? Это у меня с собой ответы их нету. За счет... Это вот ваши мне уже ответ дали, типа, мы тебе за 73 рубля... 73 рубля, да. 73 рубля за ручкой мы тебе не вернем, потому что ты вот соглас такой статье обязан вернуть продукцию. Просто там в статье это самое написано, что я обязан вернуть за счет продавца. Это больше наклон на то, что, вот опять же, прохладильник, да, если он сломан, то продавец должен оплатить мне доставку. Это не о том, что я должен ее вернуть, а о том, что продавец должен оплатить. О том, что я имею права не вернуть, есть 503 статья гражданского кодекса. Там сказано, что если я употребил частично... Ладно, хорошо, но объясните, почему тогда Артем делает по-другому? Почему он возвращает любой товар? Я любой товар выкидываю. Нет, но он-то не выкидывает, он приходит. Ну, у нас разный интерес на съемки. У меня именно, понимаете, жизнь меня наказала колбасой. Ну, колбасу его, я думаю, тоже так наказала. И я говорю, мне... Нет, у него другое. И у меня, получается, я год ходил с этой колбасой. Я конкретно покупал и возвращал. Вот знаете, насколько издевался? Вот у них весы были. Я приходил вот так вот. 10 грамм хватит? А 20? А 30? Нигде в законе не указано, что я должен вернуть там 50%, 100%. И вот поэтому сегодня у вас там, например, один фломастер оставил как 25% от товара. Ну, это же не продукт. Ага, какая разница? Где указано, что это еда и не еда? Где капсулы? Опять же, мы сейчас с вами обсуждали капсулы, подгузники. Почему я не могу вернуть одну капсулу? Просрочно все было. Изначально магазин. А те маркеры были просрочены? Конечно. Все было просрочно. Все, что я у вас пока приобретал. Вот сейчас вот они, пожалуйста, вот эти маркеры. Давайте посмотрим. В принципе, с одной стороны, да. Вот. До какого угодно. До какого? Да, она должна была тогда за просрочку вернуть. Ну вот, она возвращается вам товар. Вы ей отдадите вот это вот? 21. Я ей уже вот это вот отдал. 25%. Пожалуйста. Вот здесь. Одиннадцатый месяц девятнадцатого года. Полтора года. То есть в прошлом году, летом. В прошлом году вы это купили? Нет. Нет, я купил-то я только что. Просто сейчас меня опять послали в вас. Просто меня сейчас опять послали в ваш офис. Я думаю, сейчас я уже конкретно поеду в головной. Посмотрю, что вы вот это вот не убрали. Нет законодательной разницы. Не знаю. И ваши уже мне отказали. И я на них написал заявление в суд. Вот. Сейчас мы будем вот это. Еще сейчас вот это я подготовил моральную. Чисто. То есть вы мне тогда... Не вы были? Или вы были? С вами жестоко. Не, не я была там. Вот. А почему мне, например, за семьдесят три... Она же вам вернулась? Да, она да. А другие-то не двое. Нет. Ну а за что вы будете тогда писать? На нас, грубо говоря. Морока. Чисто морок. Ну вот опять же у меня на суд. А у вас все есть. Чисто. Конечно же. Конечно же. Для суда в плане суда у меня все есть. И товар есть. Да там валяется все это там в пакетах. Вот видите? Список все есть. Видео есть, как я все это фиксировал. Чеки еще остались, да? Если прям хотите там. Нет разницы. Вот у меня... Вот вы говорите, Артем. У Артема тематика прийти и вывести на конфликт. Менты. У него все ролики конфликтные. Да. Мы снимаем. У нас бывает 13 магазинов и только один вот где-то. В Подоське. То есть мы три дня катались и только в Подоське у нас там вот эти ебанутые были, где у нас там в Ярче три ролика вышло. Я много смотрела уже. Ну это среди последнего было. Ну да, я вот. Последнее мы в феврале встречались в этом... На заправке нашли просрочку. Ну там тоже продукты. Да. Нет, там кстати нашли аспирины просроченные даже. И тоже вот такие же вот там краски какие-то там, баллоны. На подлетке то что внутрь употреблять это конечно вообще совсем. А, вот. В Бегемотике? В Бегемотике мне продавец сказал, что даже продукция на три месяца, даже лекарства на три месяца просроченные употребляет. Да ладно. Не, ну я может и употребляю, просто не знаю срок годы с них. Не все смотрят в отель. Я про вот эти вот, когда мы, я и говорю, что я этими ручками начал заниматься недавно, потому что мы в декабре были, вот предновогодний выпуск с этого, с детского мира. Мы там нашли много. Я всегда приехал в наше посмотрел. Офигел. Там целая корзина этих ручек была. И вот потом я начал конкретно идти по концам. Ну, опять же, случайно в Бегемот сначала зашел, а потом уже конкретно по ним шел. Мне нравится, что вы убрали. Все, честно, к вам вот молодцы. Убрали. Ну, не все, конечно, да. Ну, то, что мы нашли, потому что магазин большой, мы, допустим, чисто вот... Ну, вот в прошлый раз были две женщины, которые мне в открытую. Я им отдал. Они мне говорят, ты сейчас уйдешь, мы обратно положим. Ну, это они вас уже троллили сами. Серьезно? Да. Ну, думать обратно положим? Нет, конечно. Я повторно сюда и зашел. Ну, фиг их знает ее, блин. Ну, они настолько реально все это говорили. Они у нас, да. Ну, сами понимаете, люди в возрасте. Естественно, они в вашем же методе начинают вас так же. Ладно. Ну, сами понимаете. следите. Вот один человек, грубо говоря, в зале. Ну, я сейчас прошел, посмотрел, да. Ну, там еще, короче, до апреля. Апрель это не включительно. Не включительно. Ну, если до написано. Там, получается, месяц изготовления и срок годности типа там полтора года. И если месяц указан и плюс вот эти восемь месяцев, да, там, получается, короче, апрель. Ага. И числа нету. Это, получается, он уже не годит. Такие же фломастеры, как я вам показывал, типа. Вот. Хотите снимите, хотите нет, как я вам просто сообщил. Ну, неправильно это. То есть вы тоже должны знать, что это не включительно. То же самое, например, в магазине печенье. Если вы увидите, у них там срок такой-то, да, число в месяц. Не потрачивать красочку, мы сами жрем себе эти печенья. Эти печенья. Эти печенья. Мы даже рады, что они протрачены. Ладно, дальше не будем развивать. Пойду разбираться дальше в офисе. Всего хорошего. Здравствуйте. Мне в магазине продали некачественный товар. Сказали сюда приехать для возврата. Давайте. На что значит не хочет? А просрочен был. Билан вам по одному продал? Нет. На высоте нет. Употребил. Что значит употребил? Ну, как не вопрос очень. На момент покупки, на момент покупки он был просрочен. И что дальше? Возврат хочу. За единичную штуку не разрешили. Почему? Товар для них нет. Вот я возвращаю вам товар. Товар был. Вот, пожалуйста. Товар, товар. Мне возврат сделайте. Меня снимаете? Я вам не давал права. Мне сюда поставили возврат сделать. Здесь было четыре штуки. Не знаю сколько было. Я тоже. Я предполагаю, что четыре. Мы не можем вернуть деньги без товара. Вы можете вернуть деньги за некачественный товар? Да. Товар верните. Все. Я возвращаю. Это не весь товар. Ну да, согласен. Я его частично или полностью употребил. Вернете весь, тогда вернем деньги. На с вами чего? На с вами того, что вы платили за весь? За какашку, которая была просочена в прошлом году я заплатил. Ну и что дальше? Хочу деньги вернуть за некачественный товар. Возвращайте. Только не мы его вернем тогда. Не понял. Мы вернем тогда, когда вы вернете нам товар. Я возвращаю вам товар. Вы не возвращаете часть товара. Да, 25%. Вам сколько надо? 50, 75? Нет, 100. Кончилось. Извините, не судьба. Не вернете деньги? Нет. Писать претензию? Пишите. Вам ее оставлять или кому? Кому хотите. Ну а претензию кому оставлять здесь? Я не знаю. Кому хотите? Ну кому? В магазине оставлять ее? Можете в магазине оставить. Можете пойти в Роспотребнадзор еще куда-нибудь. Да нет, мне сначала до Роспотребнадзору надо здесь как-то регулировать конфликт. Кому ее оставить? Ну, уважаемый блогер добрался до бухгалтерии. Хочет вернуть товар за... Деньги за некаче товара. Ну, он спрашивает, кому оставить претензию. Куда-то идти? Да недалеко, подожди, сейчас приду. Пойду в коридор подожду. Ну, может и здесь подожду. Да, в коридор подожду. Здравствуйте. Ко мне? Здрасте. Вот, некачественный товар приобрел. Возврат хочешь сделать? Ну, а где товар? Употребил. 25% решил вам оставить в этот раз. Да нет, спасибо. Вам полное, пожалуйста. А как так получается, что я вот там вот внизу купил на 2000 продукции, и мне без товара сделали возврат, а в остальных отказываются? Ну, что я вам могу сказать? Пишите претензию. Хорошо, а кто примет ее? Я. Давайте. 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 Ну что, ваша работа? Работа в плане чего? Просочку находить в вашем магазине? Нет, в общем, не надо. Развлекаюсь тем, что у вас просочку с 16-го года снимают? Да, это что, просочный товар? Это просочный товар? Да. Ну да. И сейчас внизу в магазине с 16-го года просочку снял. Я сейчас не хочу? Конечно, чтобы почище магазины было. Да. Девочки внизу вот молодцы, почистили. Так, ручки у вас не будет? А у вас что, нет что ли? Нет, не взял. А у вас что, нет что ли? Нет, не взял. Да, свежие кончились. Да, вы молодёла. Не будет ручка у вас? Конечно же. Так, сегодня у нас 14-я. И вы уже потратились на консультацию юристов. Я уже даже в суд на вас подал. Да вы что? В суде увидимся, да. Скучно, я смотрю, вам деньги все-таки. Ну вам не скучно, я вот не понимаю, почему мне за 73 рубля не возвращают деньги, а за 2000 деньги вернули. Причём за 2000 мне вообще без товара, без ничего, вот как бы, странно даже. Так кто же вам вернулся? Так вы же вот внизу же. Кто вам? Кто вам там вернулся? Почему без товара-то? Я не знаю, я ей говорю, давайте откажите мне, откажите. Они взяли, вернули. Я вам три раза уговариваю. Да. Они отдали. Да. Ну и собственного кармана где-то, конечно. С самого кармана? Ну не знаю, чек-квадрат-то у меня есть-то. Так, всё, вот ваша ручка. Вот претензии. Кстати, как раз по вот этому купленному на 2000. Какой быстрый оперативный реагирует? Да нет, эта покупка была 20 марта, сегодня 14 апреля. Печать, подпись, один забернее. А какая печать? Никакой печати. О чём же, ребят? О чём же? Всё, спасибо. Ну вот, по этой просочке я потом тогда завезу претензию. Всё, хорошо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok